Когда на горизонте предвыборной кампании появился человек по имени Тристан Присягин, даже те, кто игнорировал тему выборов, оживились. В соцсетях шутили, вот теперь я пойду голосовать, это мой кандидат. Поэт Лев Рубинштейн заметил, готовый президент, ему и инаугурация не нужна, он уже Присягин. Ну а имя кандидата, конечно, богато литературными аллюзиями и отсылает нас к известному средневековому рыцарскому роману. Тристан, как известно, полюбил Изольду под действием любовного напитка. Его тезка Тристан Присягин как будто тоже выпил что-то любовное. Объект его преклонения мы видим в стихах. Народ отходит от дурмана, и выбрал он вождем орла. От Путина не ждем обмана, он рыцарь круглого стола. Сам же Тристан в тех же стихах признается, что вообще-то не претендует на президентский пост. Не стану так же звездочетом, я в президенты не стремлюсь, не нужно мне больших почетов, живу я просто, не кичусь. Тристан Присягин в российской предвыборной кампании – это, конечно, элемент карнавала. Карнавализация присуща выборам во многих странах. Особенно ярко, например, это проявилось в 2015 году во время парламентских выборов в Украине. Тогда Минюст официально зарегистрировал политическую партию «Блок Дарта Вейдера», в состав которой входили магистр Йода, принцесса Лея и пресс-секретарь Степан Чубака. Дартом Вейдером был житель Одессы Виктор Алексеевич Шевченко. Он официально сменил паспортные данные и стал Дартом Алексеевичем Вейдером. А на выборах мэра в Киеве веселую компанию устроил бизнесмен Гарик Карагоцкий. Он не пожалел денег на наружную рекламу и с ярких плакатов обещал жителям украинской столицы погасить долги содой. Интересно, что сам кандидат даже не был зарегистрирован. Можно вспомнить российскую партию любителей пива из 90-х, вся предвыборная программа которой заключалась в отстаивании права человека пить пиво или не пить пиво. Внутри партии было несколько фракций – любителей светлого и темного, любителей закуски и воблы, и даже фракция вообще не пьющих. Партия заняла 21 место из 43. Кстати, ее советником был вполне реальный президент Чувашии Николай Федоров. А в Италии на выборах в 2013 году серьезного успеха добилась партия комика-клоуна Беппе Грилло. Она получила 25% поддержки. В Америке художник-перформансист Вермен Суприм часто выступает в качестве альтернативного кандидата на местных, губернаторских и национальных выборах. Суприм носит сапог на голове и заявляет, что если станет президентом, то примет закон, обязывающий всех чистить зубы каждый день. Неожиданные кандидаты на выборах – явление не новое. В разное время, в разных странах в выборах участвовали актеры, музыканты, порнозвезды, юмористы и просто откровенные фрики. Некоторые даже побеждали. Предвыборная кампания в России сейчас почти целиком состоит из таких неожиданных элементов. Среди желающих поучаствовать, помимо Тристана Присягина, уже замечены певица, поэтесса, порнозвезда и продавщица из Алтайского края. Да, ничего нового, все это уже когда-то где-то было. Но у российской предвыборной карнавализации образца 2018 года есть две особенности. Во-первых, карнавал становится основной линией, его элементы занимают собой почти все пространство. Во-вторых, это и не совсем карнавал. Тристан Присягин выдвигался не потому, что хотел внести немного юмора, он был вполне серьезен. Чем больше такого карнавала, тем неотвратимее смотрится тот, кто в нем не участвует. Собирательный Тристан Присягин, по сути, предлагает российскому избирателю продлить действие любовного напитка, эффект которого, по официальным данным, не ослабевает уже 18 лет. Субтитры создавал DimaTorzok